Я отстримил на Пу-2М 24 часа, и это было просто пипец. Спасибо большое товарищу Шеричу за то, что был со мной всё это время. Ну и, конечно же, испанскому лётчику за заказ этого потрясающего, нет, стрима. Ну а теперь давайте насладимся моментами, и я расскажу вам, что же это за говно. Постой, только сейчас заметил. Возник вопрос. Как так получилось, что Митич пережил два 37-мм огурца, а я нет? Блин, потому что это Пу-2. Блин, не могу, нет. ЦВ-шка есть живая. Ай, ты ж твою мать. Часк. Часк. Да, нет, это на воздухе вывести. Как вывести Пу-2 на сверхзвук. До сих пор жёлтая. Ну, уже, 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 уже такое. Коснит. О-о-о-о, нишняк. Профессионал. Да и цирье. А он что ли на коротком этом наборе? В смысле на коротком наборе? Ты в сбор не пойдёшь, звёздить. Ой, блин. Я себе, я... Это. Я, короче, отвлёкся. Ах ты ж... Ой, 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 ой. Ай, ой, 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 ой. Всё, всё, жалобы, короче, жалобы на тебя напишу. А это, чтобы ты экипаж не заблочил. Я тебе сейчас пожалобно на тебя напишу, скажу. Тимки, вся, как в детстве на улитке, пойду жаловаться. Категорию жалобы. Знаешь, чё, чё тебе написать? Испортивное поведение. Нет, 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 нет. Давайте напишу это. Бот. Четы. Бот. Аимбот. Аимбот, я так напишу, аимбот. Они обязательно прислушивают, рассмотрят. Ну, куда ты вверх-то полетел? Или тебя тянет туда просто? Да меня тянет, его. Понятно, и всё. Короче, посадка на ганшип была неудачной. Вообще неудачно. Также отдельная благодарочка рисовому, который скрасил наш геймплей своим присутствием. Кто не знает, это профессиональный бобровод. И хоть я с ним не общаюсь, с ним общается Шерич, и, насколько мне известно, парень этот, что надо. Ну, по крайней мере, на бобрах он творит. Ой, пипец, что? Господи. Чё он творит? Демон на ТВ-3, блядь. Всех противников пожрал. Тут вокруг тебя, когда крутится такая херня страшная, становится. Ха-ха. В принципе, я могу ответственно заявить, что рисовая это мухобойка. Также, конечно же, мы с Шеричем решили немножко помериться письками и по ПВПшиться. У нас были дуэли не на жизнь, а на смерть. Это было что-то. Ну, а нахуй. Какой же тут Петрович моментами слабый. Заборол. Ну, если вот так вот сделаю, что-то делать будешь? Не знаю. Что еще могу делать? Нет. Я сейчас скажу, что я тебе наебал. Например, ракеты остались. Ну, я знаю, что все ракеты остались. Засмотрелся. Вообще, по два уникальный самолет, которому даже, чтобы летать и как-то скорости не надо. Как видите, он может прилипнуть, зависнуть и висеть в воздухе. Ну, малое количество времени, конечно же. Ну, и еще одна благодарочка испанскому за финансирование ивента, без которого наш геймплей ночной превратился бы просто в унылое скучное дерьмо. Суть была в следующем. Нашим зрителям нужно было нас застримхантить и сбить в лобовой, либо сбить в честном бою, но на Петровичах. Это очень сильно нам помогло. По крайней мере, огромное количество игроков начало в нас упарываться, начало с нами какой-то устраивать бодрый и дуэльный геймплей. Ну, было реально весело. Спасибо всем, кто участвовал. Спасибо испанскому. Спасибо Шеричу. Просто безмерно вам всем благодарны. Я бы это без вас не пережил. Победители получили свои награды и, к моему великому сожалению, награду они выбрали танковые. Наверное, в следующий раз хер вам, а не танковые пакетики, если еще раз что-то такое будет. Лично я не одобряю. Все же, как бы, я летчик-самолетчик и больше топлю за авиацию. Ну ладно, сейчас я вам кратенько покажу итоги этого розыгрыша. Ну, как и рулеточка покрутилась. А дальше будет небольшой обзорчик самолета и подведение итогов. У Шерича в круточке победил Рейдж, а у меня победил Пельмень. Чем больше ты нас сбил, тем больше шансов выиграть. Такие были правила. Ну, не совсем, конечно, может, честные и справедливые, но, сами понимаете, импровизировали на ходу. В принципе, более-менее у всех были возможности. Ну, у многих. Самолет ПО-2 это самый худший самолет в Вартандере. Он не способен ни на что. Ну, разве что иногда соточки покидать в совместных боях и уничтожать танкистов. Это будет его максимально эффективное применение. А в остальном вы будете умирать, умирать и еще раз умирать. Потому что больше ни на что самолета не способен вообще. Я его попробовал даже в корабельные бои взять. Но, как видите, против водочек он делать ничего не может. Слишком быстро отрывается наше крыло. Хотя иногда живучесть у нас есть. Например, нас могут поджечь и ему за это ничего не будет. Вот, например, бою, который я ускорил на 600%, так еще и отрезал. Я умудрился с самого центра карты долететь до своего аэродрома и приземлиться. Все это время самолет у меня горел. Причем горел на одной секунде топлива. Как это и почему? Ну, я не знаю. Наверное, какие-то тайные разработки улета. Как видите, самолет мой долетел. Я успел починиться. Ну, и продолжу бой. Ну, как продолжу. Просто вышел. Ну, что играть на этом невозможно. Я страдал так, как никогда не страдал еще в Вартандере. Я умирал так часто, как никогда еще не умирал. Ребята, для меня это было просто, честно, моральное унижение. Спасибо, конечно, летчику. Он реально закинул мне очень хорошую котлету. Но, господи, я потом дня три отходил от этого самолета. Он мне снился. И когда я закрывал глаза, мне виделось, как я лечу на этом долбаном По-2. Спасибо испанцу. Конечно, он мне разрешал полететь на нормальных самолетах, например, на Зерохе. Все же я немножко смог отдохнуть на этом стриме. Покатались с Шеричем на турмсах. Да и вообще, в принципе, геймплей я старался разнообразить, как мог. Ну, по крайней мере, чтобы от скуки не сдохнуть. Я пережил это. Это было тяжело. Но это был определенно классный опыт. Буду надеяться, это не последний раз. А ты не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если не подписан. Также переходи на канал Шерича и испанского летчика. Отдельное спасибо Шеричу. Отдельное спасибо испанскому летчику. Всем удачки. Всем пока.